Так в торжественной обстановке 8 школьников получили свои первые паспорта. Ребятам недавно исполнилось 14 лет. Документ им вручил лично глава ХИМОК Дмитрий Волошин. С этим паспортом у вас открываются другие абсолютно возможности, нежели со связи с саморождением. Но в то же время и большая ответственность, которая ложится на ваши плечи. Желаю, чтобы у вас эти возможности все были реализованы и, конечно же, чтобы вы их реализовали в нашем любимом городе. Арина Курбатова на сцену поднимается не впервые. Занимается в театральной студии с малых лет, но даже она волнуется. На торжественное вручение паспортов Арина пришла вместе с мамой. Я испытываю радость и удовольствие и, конечно же, гордость за страну, и в том числе гордость за себя, за родителей. Потому что стала одной частью нашей страны, гражданином Российской Федерации. Честно, я еще до сих пор не могу поверить в то, что у меня девочка уже так выросла. Я еще помню совсем маленькая, очень годы быстро пролетели. Мне сегодня очень волнительно и в то же время очень радостно, что у меня такой вот уже взрослый ребенок. Родители волнуются, как признаются не меньше детей, ведь получение паспорта – серьезный шаг во взрослую жизнь. В гимне России есть уникальные слова. Широкий простор для мечты и для жизни. Действительно, у России сейчас невероятное развитие. Президент страны дал старт очень многим национальным проектам. И реализовывать эти проекты будут в том числе и эти молодые юноши и девушки. Они – наше будущее. Вручение первых паспортов из рук главы городского округа Дмитрия Волошина стало уже доброй традицией в Химках. Напомним, что принять участие в торжественной церемонии может любой желающий. Для этого нужно лишь обратиться в МФЦ. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.